МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На днях ко мне обратилась Елена Орлова. Благовещенка живет в частном секторе и хочет, чтобы возле ее дома нарезали кюветы. Примут ли в ГСТК заявку, попросила разузнать горожанка. Необходимо обратиться в управление ЖКХ с соответствующим заявлением. На основе заявок от жителей составляются графики и уже по графикам выполняются работы по углублению и прочистке водоотводных канав. Какая температура воды самая комфортная для плавания? Об этом спросил начинающий пловец Сергей Козлов. Мы все знаем, что это 19-22 градуса. У нас в водоемах это редко бывает, ввиду того, что река Зея наберет горное начало. И вообще, если вы знаете, что она считается, как бы, Зея с перевода, это острие ножа. Все, кто приезжает на зимнее плавание к нам, они говорят, как вы плаваете в такой воде. Она просто зимой невозможной окажется. А летом она прогревается до 18 градусов. Но, в принципе, для подготовленных людей это нормальная температура. Дарье Савченко всегда было интересно узнать, почему цветы анютины глазки называются именно так. И правда, почему, сейчас узнаем. У разных народов мира эти цветы в простонародье просто называемые фиалками. Называются по-разному. Допустим, у немцев это цветы думки, вызывающие воспоминания. А у русских они ассоциируются с какой-то древней девушкой Анютой, которая любила какого-то парня и все у них очень плохо кончилось. Анюта вроде как даже и умерла. Ну и в честь Анюты и эти цветы и назвали анютиными глазками. Благовещенка Наталья на прошлой неделе задала нам вопрос, который наверняка интересует большинство девушек. Как же все-таки есть и не набирать вес? За помощью мы обратились к врачу-диетологу Светлане Беловой. Она рассказала, чтобы есть все, что захочется, и при этом не обрастать лишними кило, достаточно добавить движения. Если энергетические траты будут превышать поступление энергии с пищи, цифра на весах останется неизменной. Кстати, очень важный рацион должен быть разнообразным. Не забывайте о йогуртах, кефире, цельнозерновых фруктах. Наташа, если гонитесь за идеальной фигурой, следуйте советам специалиста. И мы будем с Димой. Правда, Дима? Что киваешь? Пойдем знакомиться с кем-то из прохожих. Привет, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Настя. Я хотела бы задать такой вопрос. На какие мероприятия на День города можно сходить молодежи? Отлично, Настя. Кажется, я уже знаю, кто ответит мне на твой вопрос. Потерпи недельку. И смотри новые выпуски «Алло, Алены» на канале «Город 24». 22-я кнопка на всех провайдерах. Рубрику также ищите в наших соцсетях, во Вконтакте, Телеграме и Одноклассниках. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!